Так, ну давайте про животных. Это, наверное, веселее даже. Дело в том, что когда вы ныряете вообще в подводный мир, под воду первый раз, вы, скорее всего, ничего особо-то и не увидите. То есть даже люди, которые ныряют на Красном море, они такие выныривают, такие, ммм, классный риф, потрясающий, такой серо-голубого цвета, ничего там цветного не было и как-то даже неинтересно. Вот, если этому человеку дать в руки фонарь, просто самый обычный, и опустить его туда же, он вынырнет и скажет, ничего себе, там оказывается столько красок и столько цветов. Вот это да. Дело в том, что у вас подводный мир выглядит цветным только когда у вас есть в руке какой-нибудь светильник. И когда вы погружаетесь, там, допустим, на 5, 10, там, 20 метров, у вас потихонечку начинают съедаться всякие разные цвета, которые вот у вас солнце освещает весь этот подводный мир, и у вас пропадает красный, потом желтый, потом еще какой-то, и на глубине 30 метров у вас остается просто серо-бармалиновый. И как только вы фотографируете или там снимаете видео со вспышкой, у вас такие вау, и куча красок. Там, где было просто темно и серо, вы такие вау, здорово, зашибись. И подводный мир, он на самом деле на редкость разнообразен, удивителен, и у вас каждый там квадратный метр на каждый валун, каждый кусочек, это такой целый мир, вокруг которого можно сидеть, разглядывать, там, ковыряться. В некоторых местах биомасса животных на квадратный метр достигает 15-20 килограмм. То есть вы представляете, у вас есть квадратный метр, а на нем 15-20 килограмм зверя разного самого. И вы, чтобы докопаться до самого камня, должны тут отодвинуть мягкие кораллы, потом это, там, разогнать креветок, выпнуть червячков, там, разогнать всех рачков, и, значит, камень. А на камне там еще куча всего наросшая. И если вы морской биолог, если у вас есть понимание о том, что, там, здесь должны быть какие-то звери, там, если заглянуть под камушек, будет еще. У вас в подводном мире, помимо того, что там просто тусуются какие-то животные, разворачивается на глазах огромное количество всяких разных историй. Вы можете просто открыть, я не знаю, там, книжечку пустую и просто сидеть и записывать. Вот когда у вас есть фото и видеокамера, это, конечно, гораздо круче, потому что вы можете задокументировать все эти истории с очень хорошим качеством и все сделать. То есть, если вы ныряете уж, берите с собой камеру, потому что то, что вы увидели, можно будет рассказать и показать. И сейчас это является таким настоящим полноценным научным методом, потому что раньше было чуть проще. Раньше ученых, натуралистов отправляли в экспедиции и говорили, ребята, все, что вы там необычно увидите, вы записываете в книжечку, зарисовываете, и потом нам покажете, какие там вы видели странные штуки. И появлялись вот такие книженцы, в которых господа натуралисты рисовали каких-то непонятных монстров. То есть, у вас там какой-нибудь кракен, обнимающий корабль, и вы натуралисты спрашиваете, мужик, а что это было? Он такой, ну, там вылез огромный кракен, я его нарисовал, вот он у нас корабль обнял, чуть не сломал нашу лодку. И вообще было страшно, вот, например, как этот, вот, или там какая-нибудь еще штука. Увидел медузу, думает, медуза без глаз не положено, нарисую ей глаза. Вот, ну, допустим, вот. И вот, например, иллюстрация из немецкой книги, по-моему, 1500 какого-то года, вот, где изображена сцена поедания суслика морским змеем, допустим. На самом деле, скорее всего, это была вот эта штука, рыба, которая называется сельдяной король, с красивым большим хохолком, хохолок, пожалуйста, вот, которая периодически всплывала к поверхности, когда у нее накапливалось слишком много паразитов, и она такая, все, мне надоело на глубине, живет она там на километровых глубинах, тут она всплывает и, значит, переворачивается на бок, как огроменная лента, она размером до 17 метров плавает, и моряки такие, о, ничего себе, давайте достанем, с ней сфоткаемся. Вот, ну, так и получается. Обычно эту рыбу чаще всего можно увидеть в интернете в руках там целой ватаги народу. Самая известная фотография, это где какой-то там команда какого-то корабля, выстроившись вот так вот вдоль, наверное, всей сцены, держит эту рыбину на руках, которая в длину, как эта сцена. Вот, ну, обычно попадаются поменьше экземпляры. Так вот, раньше можно было рисовать, а сейчас, если вы придете и скажете своим коллегам-ученым, что, мужики, я тут нарисовал, значит, кракена, который ломает корабль, вам скажут, здорово, конечно, но не подойдет. Вот, отправляйся, добудь нам фотографии, тогда мы тебе, может быть, поверим. И тут приходят на помощь фото-видеокамеры. И есть замечательная история, как один дяденька, который разработал метод научного погружения в открытой воде, Вильям Хэмнер, это такой уже сильно-сильно старый ученый, Они в 75-м году изучали грибневика, который называется лейкотея. Замечательный грибневик, очень мягкий, его невозможно изучать никак, кроме как под водой, Потому что как только вы его трогаете, даже не трогаете, а просто так водичкой на него подуете, Он превращается в такой бесформенный комочек соплей. И вы такие, все, изучили. То есть даже если его достать аккуратно, баночкой зачерпнуть, переложить в аквариум, Он там доплывет до стенки аквариума и потом просто расключится об него целиком, Потому что, ну, как бы, очень мягкий организм. И Вильям Хэмнер вместе со своей лабораторией, они на реале зарисовывали с помощью планшетиков, Как у этого грибневика, значит, там все открывается, как он кушает, Как у него устроены лопасти, как у него устроена поверхность. Я с Вильямом Хэмнером по поводу аквателеса как раз связался, Говорил, там, уважаемый Вильям Хэмнер, мы хотим получить ваше вообще благословение, Потому что вы занимались такими крутыми делами, изучением животных, Которых нельзя изучать никак, кроме как под водой. Мы вот хотим делать то же самое, благословите нас, пожалуйста. Он говорит, ой, здорово, а мы вот там, будет классно, если вы снимете грибневика лейкоты. Мы как раз его зарисовывали, потратили на это огромную кучу времени, там, 2-3 недели, Вот, ныряли и с планшетиком все зарисовали. Вот, и я ему в ответ послал несколько фотографий, которые, в общем-то, были сделаны за одно погружение. При этом на фотографиях было видно вообще все, там, все щупальца, все щетинки, Все, там, пятнышки этого грибневика. То есть человек, который потратил свое время, огромное количество времени на то, чтобы зарисовать, Как вообще животные выглядят, сейчас ему какой-то пацан шлет фотки, Которые сделаны на одном погружении, просто так, чик-чик-чик-чик-чик, грибневика в разных позах. И он такой, ребята, классное дело, отправляйтесь. Очень здорово. Вот, и это очень показательный пример того, как сейчас наука, вот эта вот визуальная, Двигается по сравнению с тем, как было раньше. Вот, и у вас на глазах реально разворачиваются совершенно фантастические истории. Если мы еще немножечко задерживаемся в грибневиках, То есть вот такой вот замечательный огурчик под названием Бероя. Это грибневик, вот такого размера грибневики. Это такие желетелые существа, они такие же мягкие, как медузы, Но совсем к ним не относятся. То есть это другая группа животных, они двигаются с помощью восьми рядов грибных пластинок, Которые сделаны просто из таких склеенных ресничек. И они ими все бьют в унисон, красиво переливаются, Потому что эти реснички отражают свет и плавают. И вот этот грибневик Бероя, он хищник, он питается другими грибневиками. У него на переднем конце есть рот, который, когда он скромно плавает, Он такой маленький и закрытый. Но как только ему приспичивает пожрать, этот рот у него открывается, как колокол. Шире, чем он сам. И он просто засасывает каких-нибудь грибневиков в себя целиком. И тут его как раз, когда мы сейчас ныряли подо льдом две недели назад, Одного из покушавших хорошенько Бероя стошнило на наших глазах грибневиком, Которого он проглотил. Вот этот шар с маленьким ртом, он открылся, засосал в себя другого грибневика, Плавал с ним внутри. Но когда мы его начали снимать, ему что-то не понравилось, и он сделал такой. И у него грибневик съеденный вылез изо рта. И вот эти вот останки, если тоже знать морскую биологию, вы такие, Хм, интересно, что это из него вылезло? А это на самом деле другой грибневик, который выглядит примерно вот так. Он очень мягенький, и поэтому, когда к нему подплывает Бероя, Все, что ему надо сделать, это просто немножечко на него надеться и растянуть стенки. И тот просто сосется целиком, потому что он мягкий, как пакетик. Ну, собственно, в подводном мире, кроме грибневиков и всего, что... Точнее, к тому, что можно снимать только под водой, относятся в основном всякие мягкие существа. То есть есть такие штуки, которыми собирают научный материал, Всякие пробы, планктонные сети. Это здоровая сетка, которую вы кидаете, она опускается на глубину метров в 100-200 километров, 5 километров, и потом вы ее тащите, и все, что она своими жерлом зацепила, все будет ваше. В основном к вам приходят всякие рачки какие-нибудь там, ну, все, что с жестким телом, все, что не повредилось. И такой вот, наверное, метр киселя. Хотя еще, вот этот кисель, это медузы и грибневики. Все маленькие, прозрачные, большие, всякие. Они просто никак не собираются по-другому вообще, поэтому просто обязаны, чтобы на них хотя бы посмотреть, нырнуть и увидеть, как они выглядят вживую. При этом вы иногда видите штуки, которые реально невидимы. Вот эта медуза, она меньше вашего ногтя, то есть она крохотная, это всего лишь сантиметр. Вот, увидеть вы можете просто по маленькой желтой точечке, которая где-то там плавает, вот вы такие, приглядываетесь, ага, медуза, здорово. При этом вы думаете там, ага, медуза, классно. Вот, я могу в любой момент нырнуть и увидеть эту медузу. Ничего подобного. Медузы, вот эти маленькие, крохотные, которых вообще практически не видно, они на самом деле живут в планктоне всего несколько недель. То есть некоторые побольше, некоторые поменьше. Но фактор, что вы только в очень конкретный сезон можете их встретить. Остальное время они проводят в виде кустика на дне. То есть медузы, они на самом деле живут в двух стадиях. Одна — это стадия кустика, полипчика, а другая служит для расселения и размножения. То есть кустик на дне — это основной организм. А медуза — это его стадия, которая нужна для того, чтобы расселиться, допустим, в соседнее море или еще на 5-10 километров куда-нибудь в сторону. И поэтому медуза, которая растет на этом кустике, как яблоко. Медузы — мальчики, медузы — девочки. Созревают, отрываются от кустика. То есть яблоки падают, медузы отправляются наверх и плавают, питаются какими-нибудь маленькими рачками. Растят себе большие гонады, после этого у них выходят в воду половые продукты, соединяются в оплодотворенное яичко. Из него выходит маленькая личинка, которая оседает куда-нибудь и дает начало новому деревцу, который называется гидроидный полип. И выглядит примерно вот так. То есть медузы растут вот на таких вот деревцах, которые, по сути, являются тоже животными, при этом они колониальные. И вот каждая вот такая маленькая штучка — это маленький организм, который все вместе образует колонию. Он тоже с щупальцами, он тоже умеет обжигаться. И у нее есть маленький ротик. И такие штуки сидят, питаются, и в какой-то момент такие, так, пора размножаться. И делают медуз. То есть медузы — это вовсе не один организм. Помимо маленьких крохотных гидромедузок, которых почти никто и не видит, и про которых мало что вообще известно, есть медузы гораздо более большие, заметные, но во многом менее симпатичные, потому что они жалятся. Это медуза хоризаора, которая называется морская крапива. И она очень больно жжется своими восьми длинными красными щупальцами. К ней лучше вообще не приближаться. Этих медуз ненавидят серферы, потому что они есть почти во всех морях, и когда серферы падают с досок, чаще всего они падают именно в хоризаор. И потом вылезают, и у них все болит, как бы там шрамы иногда на всю жизнь. И, собственно, все эти шрамы и обжигание медузами, как это все вообще работает. У медуз на щупальцах есть замечательные клетрики, которые называются немотоцисты. Это такой бочоночек, у которого внутрь вернут специальный механизм с длинной ниткой, как чулок внутрь просто. И до поры до времени эта клетка закрыта. И у нее есть маленький такой стебелек, который нужно потрогать, не нужно, но тем, кому не везет, они его трогают. Вот, которая активизирует в этой клетке всякие химические процессы. Она надувается, и эта ниточка выворачивается с бешеной совершенно силой. Причем сила у некоторых такая сильная, что она пробивает опять же человеческий ноготь. То есть одна маленькая ниточка из одной клеточки выстреливает с такой силой, чтобы пробить ноготь. Зачем это? Нужно пробивать рыбью чешую. Потому что некоторые медузы любят есть рыб, а рыба, она вся в чешуе, и как бы надо ее как-то убить. При этом ниточка внутри полая, а в капсулке у нас находится белковый токсин. И когда эта штука в вас выстреливает, еще по этой ниточке в вас впрыскивается какой-нибудь токсин, который может быть аж чего-нибудь слабенького, от которого вы просто почешетесь и скажете, фу, там мерзкая медуза, до какой-нибудь штуки, от которой у вас будет болевой шок, вы потеряете сознание под водой, и в общем-то все. Либо какой-нибудь токсин, от которого у вас будет замечательная аллергическая реакция, и вы тоже помрете. Вот. В общем, с медузами сложно. При этом далеко не все медузы жгучие. Есть огромное количество медуз, которых можно вообще трогать, обнимать, натирать об себя, и они будут совершенно безопасны. Есть медуза, которая называется фацилофора. Это медуза, которая на английском называется медуза жареное яйцо. И вот эти две медузы, это, кстати, одно и то же. То есть вот эта ювенильная форма маленькая совсем, которая только родилась, а вот эта здоровая, они вырастают до двух метров в высоту, такие плавают здоровенные, и у них щупальца липкие, то есть на них все прилипает. И если вы вдруг ее потрогаете, чем-то к вам прилипнут эти щупальца, вы их там раз, забирай обратно. И к ним прилипают всякие рачки, все остальные медузки, они питаются в основном другими медузами, более маленькими, они их подтягивают, и там уже где-то под куполом у нее есть жгучие щупальца. Но основные, они покрыты именно клейким секретом, а не жгучими клетками. Есть медузы, которых, наверное, все видели, все знают, это аурели. Они вообще, медузы, которые называются обычная медуза, вот просто common jellyfish, аурели. Они есть практически во всех морях, везде и всюду. Но с медузами есть один классный момент, в том числе и с аурелями. Они умеют образовывать гигантские сраженноскопления, то есть когда мы тоже лезем изучать медуз, мы делаем это не просто так, чтобы узнать, там больно они жгутся или нет, на самом деле это важно с кучей практических точек зрения. Но сначала, да, чем большие медузы отличаются от маленьких? Вот маленькие медузы, они гидромедузы, а большие медузы, они сцифомедузы. И если гидромедузы растут на маленьких кустиках, которые есть на дне, то сцифомедузы растут тоже из полипчика, но из одиночного. Они не образуют колоний, и они растут как стопка тарелочек. То есть у вас маленький полипчик, который получается из личинки, он в какой-то момент начинает делиться на много-много такую стопочку из тарелок. И потом верхняя тарелка созревает, и чпок, отделяется и улетает куда-то в свободное плавание. При этом эти тарелочки маленькие, они называются эфирами, это личинка медузы, они размером от полумиллиметра до двух-трех миллиметров. Так вот, за несколько месяцев, которые живет сцифомедуза, они живут, как правило, гораздо дольше гидромедуз, из этих двух миллиметров вырастают штуки до двух с половиной метров диаметром и до 36 метров длиной. Это медузы, которые размером высотой с 12-этажный дом. Так вот, с медузами есть небольшая проблемка. Медуза умеет образовывать гигантские скопления, причем такие, которые видны со спутника, и которые по площади перекрывают некоторые страны. Причем скопление, оно еще не плоское, оно очень такое объемное. То есть у вас первые 10 метров моря могут быть просто целиком закрыты медузами. И это очень сильно всем вредит. Во-первых, это вредит морю, то есть там, где появилось огромное количество медуз, у всех случается большая паника, потому что медузы выжирают вообще все. После них остается пищевой вакуум, потому что медузы съедают весь планктон, фитопланктон, мальков, рыб, эфиры других медуз, всех на свете. То есть все, до чего дотянутся щупальца, а у вас медузы плавают. Ну вот весь этот объем весь заполнен медузами, допустим. И еще 20 таких залов. И вы маленькая рыбка, которая захотела пожрать. Вы куда-нибудь приплываете, такая там, здесь был вкусный планктон. Нет вкусного планктона, вообще ничего нет. Вы отплыли туда километров 5, там тоже ничего нет, там тоже были медузы. Вернулись там, попаниковали, отплыли туда, тоже ничего нет. Ну как бы допаниковались, умерли от голода. Либо вам нужно куда-то мигрировать очень далеко, где еда еще осталась. Но в том месте, где возникали большие скопления медуз, где были большие вспышки численности, там в море случается маленькая экологическая катастрофа, и это место может потом восстанавливаться до 20 лет. Это так масштабы маленьких океанических трагедий. Медузы появляются очень быстро, и в основном от всяких органических загрязнений. Там, допустим, какой-нибудь сток рек, и туда люди чего-нибудь накидали органического. Там, где вытекает река, там образуется много планктончика, который всю эту органику начинает жрать. И на этот планктончик приходят медузы и говорят «О, класс!» И множатся просто в нереальных количествах. При этом они еще очень вредят, конечно же, рыболовству, потому что люди привыкли ловить рыбку, привыкли ее есть. И особенно это важно в тех странах, которые зависят от рыбы целиком, где там огромная часть населения. Вообще в мире вообще 4 миллиарда человек зависит от морепродуктов, поэтому очень много людей завязано в рыбной ловле, и очень много людей выходят половить рыбу и возвращаются, чтобы кормить огромное количество других людей. Так вот, когда они отправляются в море и привозят не рыбу, а пустые сети, еще все обожженные и матерящиеся, их спрашивают «Что такое?» Они говорят «Медузы, много-много медуз». И с этим реально начали в какой-то момент что-то делать. То есть люди стали придумывать, как бы нам от этих медуз избавиться. Но, естественно, самое простое – это перестать скидывать органику в реки, и чтобы как-нибудь стало почище, медузы будут вести себя более-менее нормально. Не будет таких катастрофических вспышек. Но они иногда случаются и природные. То есть тут не угадаешь. Там какие-нибудь солнышко посветят правильно, там тоже планктона стоит много, и медузы такие «А, классно, спасибо, солнышко», и снова экологическая катастрофа. Но китайцы, такие веселые, умные ребята, решили, что они сейчас делают роботов, которые будут резать медуз. Вот, сделали классных совершенно роботов, которых можно найти в YouTube. Это такая плавающая платформа с винтами двумя, у которой натянута железная проволока. И она плавает, ее запускают в стаю медуз. Она, значит, винтами на проволоку закидывает этих медуз, их шинкует в лапшу. Вот, китайцы счастливы, значит, мир спасен. Вот, роботы помогли человеку. Вот, но они не учли, что в это время, когда они запустили этих роботов в медуз, у медуз было как раз самое такое половое созревание. И у них внешнее плодотворение наружное. И когда они порубали этих медуз, из них вышли все эти половые продукты, соединились в маленькие яички, из которых вышли личинки. И личинкам надо куда-то осесть. Вот, и обычно, когда эта личиночка выходит из медузы, пока она доберется до того места, где она образует свой вот этот маленький полипчик, который наделает много остальных медуз, пройдет довольно много времени. И ее за это время, скорее всего, сожрут. Поэтому они делают очень много яиц, очень много личинок выходит в планктон. И в этих личинках кормится просто невероятное количество всякого зверя. То есть 99% просто погибает и доживает там 1, 0, 1, я не знаю сколько. Очень мало медузок, маленьких личинок в итоге рождает следующее поколение. А тут получилось так, что все половые продукты вышли в воду, яйца оплодотворились, личинки вышли. И тут у вас огромная куча субстрата, нарезанные макароны из медуз, плавают прямо здесь. И все эти личинки осели прямо на плавающие макароны. И, в общем, они получили стаю, по-моему, в 700 раз больше, чем изначально порезали. Роботы не помогли. Но теперь зато они ездят вместе с корейцами к берегам Антарктиды, застревают там во льдах и браконьерят в наших водах. Это не потому, что они такие плохие, это потому, что у них там рыбы реально нет вообще. То есть у них мало того, что был небольшой перевылов, так им еще медузы очень сильно подгадили. И они теперь их материалят, на чем свет стоит. Причем самое интересное, что через медузи и стаи не способен проехать большой корабль, потому что у них система охлаждения просто забивается всем. И когда вы плывете на гигантском танкере каком-нибудь нефтеналивном или еще на каком-то. И тут всем говорят, стоп, все, ждем. Ждем, значит, пока проплывают медузы. И в истории человечества еще несколько раз останавливали атомные электростанции, когда тоже их система охлаждения забивались медузами. То есть у вас там заводы работают, школы, еще что-то, города снабжаются электричеством. И тут все выключается, потому что медуза. И после этого, значит, огромными экскаваторами, водолазы с лопатами, и все на свете вычищают медуз, грузят их в контейнер и вывозят. То есть медузы могут перерубить вам электричество. Такое тоже бывает. Вот. Это, собственно, еще одна чудесная медуза, которая как раз называется цианея, которая умеет вырастать до 36 метров в длину. Это длина ее щупалицы, это длина самой большой из зарегистрированных особей, которую вымывали где-то там на побережье Атлантики. Ее померили, сказали, класс, 36 метров, супер. На самом деле они могут быть, может быть, и больше, а может быть, и нет. В среднем они встречаются там, ну, до метра где-то у нас. Там в Японском море они в августе встречаются двухметровые, их учитывают с вертолета. Эта медуза очень классная, она питается, она такой зверский хищник, у нее вот эти щупальца, они совершенно огромные, их тысячи и тысячи, она их распускает большой юбкой. И она ловит в основном других же летелых существ, как раз грибневиков, гидромедузок, цифомедузок, и очень сильно подчищает море от всех остальных. Тут вот она, например, щупальцем зацепила маленькую гидромедузу сарсию, но вообще в нее попадаются и гораздо более крупные организмы. Представляете, если у вас есть медуза размером с домик, то вот у вас есть дом 12-этажный, там на вершине где-то висит такая здоровенная тарелка в 2 метра диаметром, а вниз спускаются тысячи и тысячи щупалец, просто огромная ловчая сеть из растянутых щупалец, которых еще практически не видно. Это, кстати, причина, по которой они нас постоянно обжигают, потому что это как паутина. Вы ее не видите до последнего момента. И если вот это не подсвечивать, оно будет абсолютно прозрачно. И там, где заканчиваются щупальца одной медузы, в общем-то, скорее всего, начинается уже щупальца другой, который облавляет. И у вас в итоге море просто закрыто такой огроменной ловчей сетью на все. И поэтому туда попадает очень-очень много всякого зверя. Причем эти медузы, они бодрые, они едят даже тех животных, которые по размерам им соответствуют или вообще превышают. То есть, например, вот этих медуз аурелей, самых обычных, они с большим удовольствием опутывают щупальцами, подтаскивают к себе и дальше заталкивают между ротовых лопастей. Поскольку у них нету ротика с зубами, которыми они могут кого-то погрызть, у них хитрый механизм питания, у них под куполом, кроме щупалец, посередине еще висят такие занавески ротовых лопастей, которыми они, чтобы кого-то съесть, они их просто надевают сверху. То есть вам как-то есть такой желудок-наволочка, и вы, чтобы что-то сожрать, просто натянули, и все, началось пищеварение. Довольно удобно. Вот поэтому они себе могут напихивать в этот желудок огромное количество всего, просто набить. Вот если взять вот эту медузу за купол, и хорошенько потрясти, из него вывалится несколько киндуз поменьше. А может быть, одна очень большая и сжатая давление в пару атмосфер. Вот иногда они, поскольку у них щупальца очень длинные, торчат по всему морю, во все стороны, они иногда запутываются друг в друге, подтягивают, начинают друг на друга надевать эти ротовые лопасти. Вот я еще ни разу не видел, чтобы они друг друга съели совсем, чтобы из одной цены торчали щупальца других. Но вот здесь вот видно, как он вот эти красные тряпочки свои начинает натягивать на купол другой. То есть попробует там или напугает, вот потом отпустит. Но вообще даже каннибализм есть, и он, кстати, не был отмечен вообще никогда. То есть если вдруг они действительно друг друга едят, это можно показывать ученым, которые занимаются цеными, и говорить, мужики, смотрите, цены ест цены, и они такие, ооо. И следующая книжка выйдет, значит, с фотографии, где цены ест цены. Вот, мир узнает немножечко больше. Медузы бывают не только те, которые плавают и всех жгут щупальцами. Есть медузы, которые сидят и терпеливо ждут того, кого они обожгут щупальцами. Это сидячая медуза, они очень ленивые. Это медуза, которая когда-то давным-давно плавала, как и любая нормальная медуза, но потом она перевернулась, села на дно и сказала, все, хорош. Вот, у нее щупальцы, которые шли по периметру купола, превратились в такие пучки, то есть они собрались в специальные пучочки, 8 штук, и сидят теперь на специальных руках. Они очень подвижны, она ими умеет размахивать, со здоровыми помпонами. Вот, ножка выросла из купола, и она научилась ей тоже к любому субстрату приклеиваться. В какой-то момент она может ее отклеивать и перекатываться через руки такими клюбитыми акробатическими в какое-нибудь другое место, если ей не понравится. Но обычно она просто живет в местах со слабым течением, раскрыв руки, и ждет, когда какая-нибудь креветка-неудачница дотронется до вот этих вот самых помпончиков. Каждый такой помпончик на вершине несет маленькую головку, набитую стрекательными клетками, из которой как раз выстреливает несколько десятков этих нитей, как только к ней кто-то прикасается. При этом, как только одна ниточка выстреливает, она загарпунивает свою жертву, и все остальные накрывают тут же, все остальные руки накрывают эту жертву, и, в общем, она просто заталкивает ее в рот, закрывается на обед. И в таком состоянии переваривает ее в течение часа, двух, трех, недели, в зависимости от того, как большая жертва открывается, и из нее все не переварено и вываливается обратно, просто у нее рот как бы, он же в одно отверстие. И они могут поесть один раз в 5-6 месяцев, например, и дальше просто ждать, потому что в море никто специально не будет лезть к медузе, чтобы быть съеденным. Есть, правда, сидячие медузы гораздо более веселые, активные, такие как, вроде бы, это медуза люцернария, но у нас ее в Белом море никто не изучал, не описывал, и она довольно глубоководная. То есть это одна из медуз, которая, в общем-то, по поведению не сильно изучена. И тут мы, опять же, пронаблюдали, как она себя ведет. Она не ждет, пока к ней кто-то прикоснется. Она селится на самом дне, прикрепляется к камешкам, а дальше у нее щупальца гораздо длиннее, чем у обычных сидячих медуз. И она просто как метла подметает все вокруг себя. То есть она прикрепляется к какой-нибудь одной точке и начинает по дну просто шариться, собирая все. То есть там ползают какие-то рачки, червячки, там ведут размеренную жизнь, и тут их накрывают с дровяной метлой. Тут же их протыкает множество стрекательных нитей, все это подтаскивается к себе. И вот она вокруг себя такой хороший диаметр делает, потом просто открепляет ножку, переползает в соседнее место, там снова прикрепляется и снова начинает собирать все вокруг себя. И они вырастают гораздо больше, чем обычные сидячие медузы, потому что обычно они там 2 сантиметра, 5 сантиметров. Вот эта штука, она больше ладони. То есть такая здоровенная метелка, которая реально очень-очень жадная и очень ненасытная. Есть животные, которые удивительные и похожи на каких-то там пришельцев. Это на самом деле моллюск. То есть когда-то эта штука, как обычная садовая улитка, ползала по дну, но в какой-то момент они решили, что ползать больше не интересно, хочется плавать. Это древний предок современных моллюсков и крылоногих. Они называются крылоноги, потому что та нога, на которой они ползали, она в процессе эволюции разделилась на две половинки и превратилась в два крыла, которыми они научились махать. Очень красиво, плавно, они безумно красиво. Это вот такая штучка, которая плавает в планктоне, у нее нет глаз, есть только специальные рога. И как бы голова, крылышки, которые образовались из ноги, и оставшееся тело, которое работает как тюбик зубной пасты. Эти животные, они безумно интересные, безумно клевые, называются морскими ангелами. У них есть замечательные родственники, которые называются, как бы вы думали, которые называются морские черти. Это тоже моллюски, но они гораздо меньше. Они совсем крохотные, буквально 2-3 миллиметра. И они не потеряли раковину в процессе эволюции. То есть у них тоже нога, на которой они ползали, разделилась на два крыла. Они научились даже с помощью этого плавать, правда, гораздо менее изящно, чем морский ангел. Потому что морский ангел, он такой грациозный, красивый. А эта штука, она машет крыльями и такая куда-то несет, потому что снизу мешается огромная раковина. Так вот, морские черти — это единственная еда морских ангелов. Сами они при этом едят очень скромно и практически невидимо. Это то, что было описано в нескольких научных книгах, но ни разу не показано вживую. Это то, как они питаются. Они секретируют такой слезевой шар здоровый, на который налипает всякая мелочь. Такое, то, что называется нанопланктоном. Маленькие диатомовые водоросли, какие-то микроскопические рачки, какие-то микроорганизмы. И они потом этот шар просто целиком съедают. И вот здесь этот шарик, его видно. И как раз на нем тут маленькие водоросли, еще что-то. И вот у чертика, я даже, кстати, не знаю, где у него рот, если честно. И он его просто съедает целиком. Но это не так эффектно, конечно, как у ангела, потому что ангелы, они немножечко другие. То есть тут неправильно назвали черти и ангел, потому что настоящий черт, он как бы здесь. Ангелы, они плавают спокойно до поры до времени, до того момента, как не увидят чертика. Не увидят, а не почувствуют. Тут они, видеть им нечем. А у них при этом происходит отличный метаморфоз. У них голова открывается пополам. Нижняя часть тела, в которой ничего нет, они прозрачные. Там видно, где есть органы, где нет органов. Нижняя часть тела, как тюбик зубной пасты, сжимается. И сверху надуваются шесть здоровенных крючев, которые называются букальные конусы. И у вас все это происходит в мгновение, просто секунды. То есть вы моргнули, у вас вот эта вот голова развернулась, шесть крючев вылезли. И ангел начинает бешено махать крыльями и плавать в том месте, где был замечен чертик, пытаясь его схватить. Вот, кстати, сравнительные размеры. Вот этот вот чертик, уже, правда, немножечко размолотый. Вот это вот рот ангела, который спрятан у вас в глубине головы внутри, которая должна раздвинуться пополам, чтобы вообще на рот посмотреть. Вот, и вот эти шесть букальных конусов. В итоге он этого черта ловит, убирает эти здоровенные крючья назад, и плавает с чертиком до тех пор, пока не выскребет из него все содержимое. При том, что ангелы чаще всего, они, поскольку такие мягкотелые, а чертики в раковине сидят, им надо эту раковину как-то повернуть на себя, они для этого иногда их отпускают, чертики такие выпархивают из них к свободе. Они их снова хватают и делают до тех пор, пока черт не окажется прям устьем ровно к рту. Вот, после этого происходит замечательный процесс. У него из глубины головы высовываются все остальные, как бы, части рта. И здесь вот есть две пары челюстей, которые сделаны из щетинок, которые загнуты здоровенными крючьями. То есть он просто по очереди засовывает эти крюки черту прямо в раковину, и он там, сжавшийся от страха, от него просто отгрызают куски, отрывают и запихивают себе в рот. А дальше, как у любого моллюска, у него в глотке расположена хитиновая терка специальная с зубчиками, которую он так двигает и перетирает что угодно в пюре абсолютно. И у него в желудке вот здесь вот набивается огромная масса этих чертиков. При этом при всех этих удивительных охотах, и при том, что ангел является очень такой заметной, яркой штукой, его вообще, если они есть в планктоне, их сложно не заметить. Вот они в Японии вообще культ, там с ними заводят аквариумы, на них смотрят, и физиологи из-за того, что они прозрачно, у них все видно, тыкают в них электродами, значит, проверяют, как работают у ангелов, там, нервная система и все на свете, там, куда нужно ударить током, чтобы он помахал крылышком. Вот, несмотря на все это, никто до сих пор не знает полный жизненный цикл ангелов морских, потому что они присутствуют в планктоне всего несколько месяцев, а после этого пропадают насовсем, причем пропадают сначала черти, потом пропадают ангелы, и все такие, где они, куда деваются, вообще никто не знает. Они просто через полгода появляются снова. И ученые до сих пор не в курсе, где они вообще все это время сидят. Считается, что они там уходят на глубину с холодной водой, но сколько мы не кидали сетки на глубину в холодную воду, ни одного не было. Там иногда кто-то выплывает. Но давайте дальше. Есть потрясные звери, которые называются полихетами. Это червяки. И когда вам говорят, что черви, вы такие, черви, гадость. Ну почти все люди при упоминании червяков как-то морщатся и думают, что это какая-нибудь копошащаяся гадость. И это правда. Но на самом деле червей просто фантастическое разнообразие, и они могут быть невероятно красивыми. Причем многие из них невидимы до того момента, пока вы их не достанете из их домика. То есть, например, вот этот червяк зеленый, яркий, он живет вообще в трубочке, которая встроена в риф. И для того, чтобы вот добыть, вам нужно отколоть кусок большого барьерного рифа, дальше его разобрать с зубилом и молотком. И только после этого, если вы не переломали бедного червячка, круша риф, вы достанете вот это вот прекрасное создание с кучей щупалец. При этом виды, они могут быть самого разнообразного. Некоторые даже и на червей-то не похожи. Но мы сегодня остановимся на самом деле на одном, которого я люблю больше всего. Это червяк, который называется Алита, он же Нерис. Это замечательный всеядный червяк, который может хищницить, может щипать травку. Но он живет в основном в северных морях, данный конкретный вид. И в норме вещей он ползает на дне, строит себе норы, забирается в какие-нибудь такие расщелины под камнями, откуда высовывает голову и, в общем-то, проводит свое время в поисках пищи или прячась от рыб. Потому что он мягкий, вкусный. Его, кстати, можно есть даже людям. Но когда он охотится, он высовывает голову наружу из своей норки, выпускает огромную кучу слюней. У него получается такой здоровенный слизистый шар. Перед ним, точнее, не слизистый шар, а просто куча слюней. И когда он охотится на каких-то зверей, то есть когда ему недостаточно растительной пищи вокруг и хочется похищничать, у него есть совершенно классная штука. Он, достав голову из норки, ждет в засаде. Он с этими слюнями образует такую ловушку, в которой заплывает какая-нибудь креветка, рыбка маленькая или какой-то другой червячок, и там запутывается. То есть это не держит его как паутина какая-то, а просто останавливает на некоторое время, что дает Неррису время выкинуть свою глотку. У него внутри, примерно вот здесь, заканчивается глотка, которая вернута внутрь, как чулок, а у нее на конце два огромных крюка черных, очень острых, хитиновых. То есть это вот как в фильме «Чужой», где была выдвижная челюсть. У этого червяка есть такая же. То есть он умеет за буквально полсекунды выбросить на треть длины своего тела здоровенную глотку и схватить кого-то там, в общем-то, сильно вдалеке. И этим он периодически занимается. Это очень эффектная картинка. Но еще одна интересная вещь происходит с ним, когда у них тоже происходит половое созревание. У них в норме на теле, на каждом сегменте есть конечности. Они от этого называются полихе. Это как бы многочетинковые черви, потому что конечности у них сделаны из щетинок. И в течение всей нормальной жизни червяка эти щетинки, они выглядят как крючья, которые очень удобны для того, чтобы ползать между камнями, или сидеть в норе, или просто тусоваться на дне. Вот. Так эти конечности в какой-то момент сменяются на другие, на грибные весла. То есть крючочки отваливаются и вырастают новые щетинки, которые очень густо расположены и очень длинные. И он научается ими грести и замечательно плавать. И у вас в какой-то момент времени огромная куча червяков просто всплывает с одной поверхности и начинает там плавать, как настоящие морские дракончики. То есть у вас на две недели море превращается просто в такое кишащее червяками месиво. То есть вы выходите, просто на пирс смотрите, и там такие штуки по 40 сантиметров длиной разрезают воду просто тысячами и тысячами. Вы гребете на лодке веслами, у вас на веслах повисают здоровенные черви. Вот. И на это смотрят и говорят, вау, круто. Они на самом деле в этот момент выметывают в воду половые продукты, и они тоже там с наружным благотворением все как бы объединяются. То есть после этого они спокойно падают на дно, их там уже съедает рыба, они ослабевают настолько от этого плавания, что в норме они там как бы не привыкли столько плавать, что их уже доедают морские звезды, улитки, рыбы какие-то. То есть это такой массовый вылет и потом массовая гибель. И такое происходит каждый год две недели в море. Довольно занятно. Есть под водой такие фантастические существа, как голожаберные моллюски, у которых это тоже моллюски, которые потеряли, как и крылоногие, раковину, но плавать не очень научились хорошо. У них вместо раковины на спине вырастают самые разные выросты, которые называются попилами. И они бывают, их маскируют в зарослях каких-нибудь гидроидов, где они живут или там среди водорослей. А бывают какие-нибудь яркие, которые отвлекают хищников или дают понять, что они опасны. Вот у этого моллюска, например, очень много попил цветных и ярких, которые умеют, если что, отваливаться, изображать шевелящихся червячков. То есть если какая-то рыба к вам подплывает и просто трогает его носом, если его пальцем даже потрогать, у него мгновенно все эти попилы, как у большого дикобраза, встают, какие-то из них отваливаются. И пока голожаберник думает, что вы отвлечены, он пытается куда-нибудь уползти в сторонку, а вы там на эти щупальца смотрите такие. Да, действительно, то есть с рыбой срабатывает. Вот. И есть у нас в Белом море, опять же, довольно редкий голожаберный моллюск, который называется корифелополярис, которого можно найти только если ты знаешь вообще, где он живет. Это, кстати, животное, герой фильма, который выйдет у нас осенью. Так вот, первый раз мы вообще увидели, при том, что биостанция существует уже порядка, сколько лет у нас лет, уже 78, 78 лет биостанция стоит, там ныряют водолазы, там работают ученые. Первый раз эту штуку мы нашли в 2005 году, просто проплывающий мимо нас на течении. И такие, опа-на, собрали ее в пробирочку. Интересно, что это? Вот, оказалось, что это моллюск, который живет на глубине под термоклином, в абсолютной темноте, при отрицательной, в общем-то, температуре, или там от минус полутора до плюс трех, плюс четырех, на глубине от 20 метров, и живет он только в связке с гигантским гидроидным полипом тубулярии, который выглядит как здоровенный такой цветочек. То есть это стебель размером сантиметров 25, который тоже довольно редкий, который тоже нужно знать, где искать, который несет на вершине такой вот одиночный цветочек. То есть это стебель, на нем здоровенный цветок с двумя кругами щупалец, это тоже животное, и это как раз гидроидный полипод, который умеет делать медузок на себе, но это исключение, он медузок не делает, он делает, вот у него здесь яйца, у него медузки образуются прям прикрепленные к нему, и они не плавают, они потом просто падают вниз, и из них вырастает новый такой длинный стебель. Поэтому иногда они образуют колонии, иногда растут одиночные. Так вот, чтобы найти этого моллюска, пришлось нырнуть несколько раз к одной и той же тубулярии, которую мы там запримесили, поставили буйок, ездили к ней несколько раз, ныряли, и, наконец, нашли, что действительно этот моллюск, он здоровенный, здоровенный, метров 4-5, наверное, что он заползает в этому стеблю, съедает эту тубулярию, при этом отъедает ей целиком всю эту огромную голову красивую. Вот, и мы подумали, интересно, а вот съел он эту голову, куда он дальше поползет, потому что следующая тубулярия, ты плаваешь, а в радиусе 500 метров ничего нету, никаких тубулярий, куда он дальше ползет, непонятно, и как он вообще почувствует, что где-то еще есть еда, это вроде как его единственный пищевой объект. И вот оказывается, что этот моллюск действительно путешествует по Илу на какие-то сотни и сотни метров в поисках других тубулярий, а в это время у гидроида отрастает новая голова, то есть у него сверху образуется почка вместо откушенной, которая потихонечку раскроется, и у него будут щупальца, рот, круг около ротовых щупалец, и как бы через всего 2-3 недели у него вырастает новая голова, и этот моллюск может в какой-то момент там он съел, вернуться и съесть здесь. И вот такие вот штуки удивительные, они находятся иногда случайно, иногда вам требуется потратить очень немало времени на то, чтобы такие вещи открыть, проследить, описать и задокументировать. Ну вот это, по-моему, довольно круто. Следующая история про маленьких быкоплавов. Это малюсенькие рачки, которые живут, как правило, закопанными в дно. Бокоплавов вообще очень много, они называются еще морскими, морские блохи. Они живут вообще везде, их в любых морях полно, их там 230 видов в Байкале, они бывают пресноводные, наземные, в лесной подстилке и под водой. Но под водой их особенно много, и они выполняют роль санитаров моря. Они вообще всеядные, то есть есть быкоплавы, которые питаются, по-моему, всем от и до, но конкретно эти — это рачки-трупоеды, причем профессиональные. И они день проводят, зарывшись куда-нибудь в песок или выл или еще куда-то, но как только темнеет, они вылезают и начинают с бешеной совершенно скоростью плавать вокруг в поисках того, что сегодня сдохло. И находят, например, какую-нибудь маленькую рыбку, которая померла, или какую-нибудь большую рыбку, или что-то еще, и каким-то образом свистят своим товарищам. И за полчаса рыбка покрывается рачками целиком, и они съедают ее просто подчистую, выедая вообще всю возможную органику. Там остается только скелетик, какая-то чешуя и ничего больше. При этом это такой шар из шевелящихся маленьких рачочков, который каждый своим маленьким ротиком откусит по чуть-чуть, и таким образом они способны съесть, не знаю, мне кажется, даже если лошадь под воду скинуть, они с ней справятся за день-два вообще без проблем. Здесь они, например, разбирают на части шкурку краба изнутри, или, например, едят морского ежа. То есть они не брезгуют вообще никакой органикой, все, что померло, все достается им. При этом, если вы возьмете объект покрупнее, например, человека или рыбу, или еще что-нибудь поздоровее, то на ней, конечно же, тоже будет огромное количество этих рачков. И здесь вот это, по-моему, бычок где-нибудь, где-то вот такого размера, он выглядел как огромная планета из копошащихся рачков. Они были везде там внутри, снаружи даже согнать было невозможно. То есть для того, чтобы посмотреть, что они едят, ты такой можешь помахать немножечко, попинать эту рыбку, и, может быть, там ты увидишь, что ага, это было тот. А тут ты начинаешь ее пинать, а из нее просто высыпается больше и больше рачков. При этом вокруг, там как кольца вокруг Сатурна, плавают еще сотни или тысячи этих рачков, которые каждый ждет своей очереди. И как только один рачок наелся и отходит, на его место тут же кидаются еще там 20, один из них втыкается и успевает. И вот так вот они просто каждый за каждым сжирают все подчистую. То есть если бы их не существовало, море бы давно затухло от того, чтобы там каждый день кто-то умрет. А так происходит все очень быстро и красиво. Есть еще одни замечательные рачки, которые заслуживают внимания. Это гиперии. Это рачки, которые паразитируют на медузах. То есть если медузы, они такие зловредные существа, которые там забивают нам атомные электростанции, не дают сюда пройти, есть маленькие звери, которые нам помогают с этими медузами справляться и немножечко держат их численность под контролем. Они маленькие, они живут в планктоне. Они буквально там один сантиметр, иногда побольше, иногда поменьше. У них здоровенные глаза и очень хорошие способности к плаванию. Они через толщу воды, значит, носятся тоже, выискивают своими большими глазами каких-нибудь медуз. Медуз дальше находят, садятся им сверху на купол, потому что к медузе снизу подходить не очень здорово. И прогрызают себе в мягкой тоннель и селятся либо около желудка, либо у нее в гонадах, там, где у нее образуются яйца. Дело в том, что медуза, она на 95% состоит из воды, и жрать там буквально нечего. То есть вы все равно, что киселя попили, как бы, да, ладно, никаких питательных веществ особо и нет. При этом у медузы есть два места, где еда есть. Это желудок, потому что медуза работает как огромный пылесос. Она всеми своими щупальцами собирает тонну планктона, и пока она не превратила его в свои, не увеличила свою массу, но еще на много-много-много, просто переварив всех этих рачков, можно у нее и желудка их всех воровать, чем гиперии занимаются. Либо они селятся там, где у нее образуются яйца, потому что в яйцах есть все питательные вещества, для того, чтобы из него могла появиться личинка, после этого куда-то доплыть, из нее появится маленький полипчик и потом уже начать питаться. То есть это еще нужно кучу вещей сделать и кучу веществ потратить для того, чтобы все это провернуть. Так вот гиперии, найдя подходящую медузу, начинают ее потихонечку выедать изнутри. То есть они закопляются там себе ножками, прогрызают систему туннелей, и в этой медузе живут до того момента, как они либо все не съедят, либо если медуза жирная и очень вкусная, и в ней много-много питательных веществ, они откладывают там детей. И в итоге у вас рождается много-много маленьких гиперий сразу в столовой. То есть вы родились и вокруг еда. И вот те медузы, которым не повезло оказаться плавающим детским садом, они просто превращаются в решето буквально за пару недель. То есть медуз выедают подчистую, у них не остается вообще никаких тканей, кроме вот этой вот мезоглеи желейной, которой, собственно, вообще нечего есть. И все, и гиперии ее покидают. Медуза там спокойно падает на дно, где ее доедают все остальные животные, в том числе эти самые быкоплавые анониксы, потому что там тоже чуть-чуть органики есть, они все равно ее съедают. А гиперии отправляются дальше снова в планктон и либо находят себе маленьких медуз, если больших уже нет, буквально надевая их себе на голову, либо плавают в толще, как бы пережидая время где-то вот, где найдут в медузах поменьше. И, наверное, последняя история, она про морских пауков. Это тоже удивительные животные, за которыми наблюдать вообще сплошное мучение, потому что морские пауки – это чуть ли не самые медленные существа, которые вообще под водой есть. То есть если все остальное как-то шевелится, ходит там, ест, плавает, то с пауками очень грустно. Пауки, они состоят из одних ног, у них очень слабо развита мускулатура, при этом у них нет тела, потому что тело им служит, в общем-то, для соединения ножек. Поэтому у них вся система органов находится в ногах, то есть пищеварительная система, репродуктивная система – все это в ногах. И есть маленькая голова, на которой висит хобот, и глазной бугорок сверху, на котором есть четыре маленьких глаза, и они этими маленькими глазами что-то там даже видят, никто не знает, что, потому что паука очень сложно спросить, что он увидел или не увидел. Но вроде как на свет тень реагирует и, может быть, даже какие-то контуры запоминают. Так вот, пауки со всеми своими длиннющими ногами ужасно-ужасно медленные. И если вы сели наблюдать за пауком, просто готовьтесь к худшему, потому что вы там настроились, навели штатив, камеру, и вот он может вот так вот стоять, вы его нашли вот таким, и все погружение, он таким останется. И вы такие двигайся куда-нибудь. Вот там, не знаю, потыкаете его палкой, или там, не знаю, пнете, или может ему все-таки приспичит куда-то пойти. И вот он поднимет одну ногу, такие, о, классно, снимаю. Поднимает, опускает. Поднимает, снова опустил. Итак, еще минут 10. Иногда, конечно, можно застать бегающих пауков, они куда-то спешат, там спотыкаются, ломают себе ноги, или их несет мимо вас течением в какой-нибудь странной позе, они там, перебирая ногами, пытаются куда-то плыть. Но в целом, это, конечно, ужасные звери, потому что с ними реально сложно смотреть, что они делают. Вот здесь вот паук ест еду, которая не может от него убежать. Они питаются только прикрепленной пищей, в основном гидроидными полипами, на которых растут медузки, вот этими самыми, либо мшанками. Здесь тоже, кстати, он ест мшанку, это другое колониальное животное, очень простое, которое тоже выглядит как кустик под водой. Вообще много чего, что выглядит как кустик, на самом деле животное. И тут, как бы, к скорости их перемещений можно указать, что мшанки успели вырасти на нем, пока он их ест. То есть они успели размножиться, сделать личинок, личинки поплавали, осели на паука, выросли на нем. И, в общем, он продолжает их есть. И вот это, кстати, еще один кадр, которому сначала не поверили ученые, потому что я вынырнул, он сказал, тут пауки мшанки едят. И они такие, да не может быть, потому что в книгах пауки едят только гидроидных полипов. Вот, оказалось, что действительно, я показал фотографию, и сказал, ничего себе, вот это да, запишем. Вот оказалось, что пауки едят мшанок. Это тоже случайно абсолютно увиденная вещь, которая подтвердила, не подтвердила, а просто дала еще немножечко новых знаний. И вот каждое погружение может приносить немножко новых знаний. Но если переходить к еще одному интересному моменту с пауками, самая страшная вещь, которая с ними может случиться, это сезон размножения, опять же. У пауков как бы много ног, они медленные, им сложно их переставлять, им сложно гулять вместе очень. Поэтому, когда они встречают, как бы самец встречает самку, самцы созревают чуть раньше, и им надо подождать, пока дозреют самки. Поэтому самец медленно, неторопливо находит себе партнера, дальше забирается на нее, образуя такой кексик, который перемещается еще недели-две совместно, потому что если они будут гулять рядом, они переломают друг другу ноги, поэтому проще ездить так. Дальше в какой-то момент самка говорит, что все, отлично, я готова, слезай, самец слезает, самка откладывает через 8 отверстий в каждой ноге такие коконы, ой, кладочку из яиц, самец ее оплодотворяет, самка в это время сваливает. И самец остается один на один с яйцами, думает, что с ними делать, думает, ладно, буду таскать с собой. Скатывает из них специальные коконы, надевает на яйценосные ножки, которые у него под брюхом растут. И таскает с собой до момента, пока оттуда не вылезут личинки, не вырастут и не станут приспособленными к самостоятельной жизни. То есть у пауков, морских пауков, у которых там вот они без тела, с хоботом, в котором не пойми еще, где у них мозг спрятан, у них есть забота о потомстве. Это вообще удивительно. И когда у них вылупляются дети из этих маленьких яичек, выглядит это прямо как у настоящих пауков. Они, кстати, никакого отношения к паукам сухопутным не имеют вообще, это абсолютно другая группа. У них образуется такой комок из маленьких паучат, которые вообще не похожи на взрослые организмы. Они постоянно линяют, поскольку они шленистоногие, им надо линять, чтобы расти. У них жесткие покровы сменяются. Эта личинка трансформируется несколько раз, пока не станет похожа на нормального взрослого морского паука. И вот этот шар, который он под собой таскает, он все время шевелится, и в какой-то момент он становится настолько здоровый, что это здоровенный шар, из которого торчат ноги родителя просто. И вот паук уже ничего не видит, он никуда не может двигаться, он просто стоит. Он много времени так проводит на самом деле, но тут как бы особенно ему нехорошо. И вот здесь, посмотрите, здесь он встал на губку. Губка — это тоже животное. Это известно из мультиков, но на самом деле в биологии тоже. Пока он стоит со своими детьми, которых он не может не сбросить, а просто ждет, когда они наконец-то отправятся к самостоятельной жизни, губка может его обрасти. И когда дети слезут, он просто ногой застрянет в губке, которая просто ему покрыла. Это как пойти в лес, как бы встать на полянке, задуматься, и у вас моха в это время оброс ноги по колено, и вы такие. Дальше все. И под водой встречаются иногда пауки, которые как живые статуи просто вросли во что-нибудь. Такие еще живые, там детей вырастил, все, классно, но в розу губку. Но вообще подводный мир, он полон историй, и это то, что я рассказал, это такая маленькая капелька из того, что мы уже можем рассказать, из того, что есть вообще в океане. Это, наверное, даже не капля в море, это сильно-сильно меньше. И подводный мир, он гораздо больше похож на космос из фильмов, потому что там существ всяких странных со странными повадками, с каким-то поведением, какие-то даже осмысленные. Их намного больше, чем в том космосе, который вот у нас наверху, если поднять голову и посмотреть. И всем, у кого вообще есть возможность добраться до моря, надеть акваланг, нырнуть и посмотреть на все это, я очень советую обучиться и надевать акваланг, и смотреть на это все. Но если вам будет лень, то делов можно смотреть за нашими активностями. Мы будем все это рассказывать на протяжении еще, я надеюсь, нескольких лет или нескольких десятков лет. Вот. На этом все. Аплодисменты. Вопросы? Подскажите, пожалуйста, а бокоплавы, про которых вы упоминали, известно, каким образом они находят друг другу или добычу? То есть это запах или... Да, добыча, конечно, находится по хеморецепции, потому что все, что померло, оно пахнет, и в какой-то момент оно привлекает на себя массу зверя. То есть в воде хеморецепция, там достаточно пары молекул плавающих, для того, чтобы животное определило по каким-то своим компасам, где оно вообще есть. То есть основной способ коммуникации, так или иначе, подводный... Хеморецепция, да. Хеморецепция. Даже, ну, зрения очень мало, потому что темно. Нет, зрения мало, это почти нереально ничего увидеть, то есть даже у тех животных, у которых очень большие глаза, это просто охотники на какую-то мелкую добычу чаще всего. А следующее после хеморецепции, скажем так, ну там, дельфины ультразвуком приспособились, например. Ну да, нет, дельфины, они все-таки млекопитающие выше, у них совсем другая коммуникация. Беспозвоночные попроще. У восьминогов есть там зрение, поведение, смена окраски и прочее головоногих. У более простых, скорее всего, только хеморецепция и, в общем, осязание. Скажите, пожалуйста, вот вредны ли рачки, которые едят медуз, то есть какой от них может быть вред? И почему бы их не запускать на вот этих огромных медуз? Можно просто, китайцы еще не обо всем знают. На самом деле вреда от них никакого, то есть если, ну, в океане есть баланс, то есть если у тебя будет слишком много рачков и все медузы будут пожраны, то в следующем сезоне, если медуз вообще не будет, у тебя размножится какое-нибудь другое животное, которого обычно медузы поедают там тоже 90%. У нас был год, вообще каждый год в море он разный, и если ты наблюдаешь внимательно и в разные сезоны погружаешься, можно увидеть совершенно фантастическую динамику, которая там тоже не описана нигде, а может только пронаблюдаться. То есть в какой-то момент у нас вылезло очень много грибневиков. Просто первые три метра моря были грибневиками. Ты опускаешь руку в воду, а это кисель. Поднимаешь вот так вот ладошку, а там нет воды, там только грибневики. Так все эти гады сожрали всех маленьких медузок, эфирок, вот этих личинок, которые появились, потому что они были ровно в это время должны были запускаться медузы. И в итоге у нас не было медуз вообще, какие-то там три жалкие медузы за все лето плавали и все. А иногда бывают годы, когда этих медуз, там ты можешь встретить 800 на одном погружении, например, или 500. А тут просто из-за того, что ребятки потусовались неделю просто в толще воды, они съели подчистую все, что должно было развиться летом и тоже там как-то встроиться в пищевую цепочку. То есть как только ты один элемент выкидываешь или добавляешь, сбивается все. Сначала хотел бы поблагодарить вас за интересный рассказ и вопрос. Вот вы упоминали, что морские ангелы, морские черти присутствуют в планктоне только определенный период. Помните, такая же история у нас была с медузами. Могут ли они быть всего лишь в стадии развития каких-то других организмов? Скорее всего нет, потому что они моллюски, а у моллюсков все, довольно просто с жизненным циклом. То есть то, что их не могут нигде найти, это значит, они где-то прячутся. Так, чтобы моллюск был в жизненной стадии какого-то еще организма, ну, такое бывает, но обычно при каких-то ошибках или косяках. Например, у осьминогов есть у некоторых видов такое специальное отрывающее щупальце, как это называется, щупальце любви, наверное. То есть они, когда хотят оплодотворять самку, у них одно щупальце модифицируется, берет в руку два мешочка с половыми продуктами, отрывается и отправляется в свободное плавание. То есть вы можете встретить, будучи любознательным водолазом, плавающую руку осьминога с зажатым подарком в руках, который ищет самку с помощью хеморецепции как раз потом ей залезает под мантию и все отдает. Вот. Так ученые выловили эту руку, посмотрели на нее, сказали, будет называться гектокотель. Это даже как-то переводится как что-то там с тысячей присосок или чего-то. В общем, описали его как отдельного зверя. Вот. Оказалось, что это просто летающий летающий щупальца осьминога, которые потом ему приделали и сказали, классно, пожалуй, ладно, мы не будем больше ничего описывать. Скажите, пожалуйста, а вы читаете лекции где-то еще, чтобы, ну вот как на многосерийный фильм сходить и послушать о морских животных? Ну, вот такого прям курса лекций, чтобы вот и до по сериям, нет, но скоро будет. То есть мы делаем потихонечку, а так вообще постоянно читаются где-то лекции, то есть там и в школах, и на каких-то лекториях, и на детских, и на взрослых, на взрослых вообще можно всего нарассказывать, там еще куча всего за кадром. Скажите, пожалуйста, а что еще у этой рыбки с лицом? У нее фотошоп с лицом, это на самом деле шутка. Ладно. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про космос, к вам, может быть, обращались или, может, вы знаете каких-то астробиологов, которые тоже с вами советуются, может, насчет организмов, которые на других планетах тоже в таких же условиях нет, астробиологи к нам не обращаются, они у нас выращивают грибы на МКС и вообще занимаются, там, кто-то мышей туда даже закинул, по-моему. Вот, на самом деле у нас на биофаке есть люди, которые занимаются космической биологией, но в основном это упирается все в то, что они отправляют какую-нибудь мышку на МКС, там, переносят ее в невесомость, там, не знаю, там, во внешний мир, она лопается, ну, там, не знаю, что-то происходит. Нет, но там этим занимаются другие люди, там, у той же НАСА, у них есть огромное подразделение, которое занимается биологией и прочим, и сейчас, кстати говоря, НАСА взялись за грибневиков, потому что оказалось, что грибневики не вписываются ни в какую систему организмов, которые существуют, у них нервные системы устроены по-другому, нервные импульсы по-другому передаются, и вообще не умеют эту нервную систему отращивать обратно. Вот, и они такие посмотрели, сказали, ооо, ничего себе, может их с метеоритом занесло, вот, и давай изучать грибневиков. Сейчас НАСА занимается подводным миром, то есть это на самом деле все тесно связано, но не то, чтобы мы такие крутейшие специалисты, чтобы к нам пришли космонавты и такие пацаны, а поныряете на Титане там, ну, как бы, такого нет. У меня практический вопрос, на какую максимальную глубину вы ныряли, чтобы снимать? Чтобы снимать, достаточно нырять на первые, на самом деле, 15-20 метров, то есть, огромное количество зверя живет там, в первом слое из первых трех десятков метров. Ну да, а вот самое глубоководное, которое вы снимали? Ну, я нырял на 60 на воздухе, и этого делать не надо, потому что все эффекты, которые мне потом рассказали на курсе дайвера-спасателя, все эффекты, которые у вас есть перед смертью, они у меня были, вот, то есть, это без подготовки, туда можно нырять на воздухе, ну, там, предварительно разнырявшись, а вообще там на глубины больше 40 метров ходят на смесях газовых специальных, то есть, это уже другой тип погружений, и на самом деле туда нет резона лезть, потому что у нас еще вот в первых 30 метрах, где более-менее безопасно, и то там случаются всякие косяки постоянно, там животных хватит еще на несколько поколений, исследователи, то есть, если мы весь Китай сейчас загоним, отдадим каждому по аквалангу и загоним, как бы смотреть на каждый квадратный метр дна, вот на этих первых 30 метрах им понадобится много-много лет, там, если на десятков лет, чтобы все изучить, поэтому пока Китай не весь под водой, мы можем спокойно плавать там от нуля до пяти, и мы найдем еще такое количество животных, что не сосчитать. Скажите, пожалуйста, а какая самая страшная или гадкая штука вам встречалась под водой? Люди. Сейчас, никто не услышал? Короче, но это не я, не я, это есть одна маленькая история, классная. Мне встречалась вот эта медуза-крестовичок в пяти сантиметрах от лица, очень неприятная ерунда, ее можно трогать дважды в жизни, первый раз вам очень плохо, а второй раз вы умираете. Вот. Так, есть потрясная история про людей, которые работали на больших кораблях, с которых погружаются миры, вот эти обитаемые аппараты наши российские, они работали на черных курильщиках, и дяденька, который там с ними работал, он мне рассказывал, как они нашли очень необычный организм. Они погружались на эти здоровенные подводные вулканы, и там, значит, собирали всякие пробы, там крабов, еще что-то, там очень большие, богатые сообщества, там куча зверя вокруг, но это все на недоступных таких глубинах находится, поэтому, да, приходится нырять. И они в какой-то момент ныряют, они там уже все знают, собрали все пробы, ныряют, и видят, что там прямо на стенке, там на скале лежит какой-то новый организм, такая здоровенная белая плюха круглая, они такие, интересно, что это такие? Аккуратно там рычажками ее там поднимают, собирают, запихивают в коробочку, поднимают наверх, вот, и все на нее смотрят и не понимают, что это такое, там положили аккуратно в аквариум, переложили, собрались вокруг ученые, смотрят такие, там всем стыдно, вот, теперь вам слово, коллега, там кто такой, ничего не знаю, вот, в общем, в какой-то момент решили, что надо разрезать, там, ну ладно, что, посмотрели, выглядит, ну никак, ну просто какой-то ровный белый кусок, там, вроде ни губка, ни остыдя, ни пойми что, никаких дырочек, никаких сифонов, ничего, вот, взяли аккуратно скальпель, разрезают, а там то же самое, плотно и ничего нет, они такие потыкали пальцем, вот, оказалось тесто, вот, у них повар выкинул просто кусок теста, не использованного, и он прилип ровно на стенку этого вулкана подводного, размок там и стал похож на какой-то подводный организм, в общем, стыдно было всем втройне. Я думаю, на такой смешной ночь можно и закончить.